Ребята, всем доброе утро. Утро у нас именно такое. Дороги нет, прокладываем свою. Так начинается наше путешествие в зимнюю сказку. Немножко заснять дорожку. Тяжеловато идет. Ну, Subaru, все-таки это сила. Леха, неужели мы нормальный тест-драйв снимем? Что-то хотелось. Следы есть какие-то? Следы есть. Может быть, это Йети? Снежный человек. Потому что обычный человек, что можно сделать в такую погоду. В таких закормах. Ух ты, нифига себе, как вынесло. Леха, ты же потише. Едешь 70 км в час. Ну, охренеть. Вот. Включилась. Ничего самое интересное. Опачки. Охренеть. Снег на сантиметров 20 глубиной. Не больше. Давай, может быть, выйду. Не, я, кстати, проехал грамотно ехал. Слушай, какая красота. Как-то-то глажило в ветке, а. Это витарность стежка. О, он включить дальний стадость. Дальний включен тут сам влажался, чтобы я понял. Слушай, шикарно. Надо вот эту ветку, может быть, надо уже и отодвинуть. Давай, это дуршая ветка. Я пойду выйду, отодвинуй. Да. Ух ты. Ничего себе, колея. Ох, ох, ох. Блин, смой сапог. Да. Однако. Смотри, как это что-то, да? Ну и, может, пилку взять. Пилка далековато. Можно было спилить ее. А, что ты творишь? Обдали меня снегом. Леха, надо какая-то пила. Так дело не пойдет. Блин, на весь снегу. Нет, ну смотри, сейчас от снега... А, попробуем обломать. Нет, ну это прям приключение какое-то, да? А что, если это, как в фильме, поворот не туда? Ух, блин. Так, надо отойти. Чик. Во. А что ты думаешь, зима? Холодный дождь. Холодный дождь. Это вообще зарядка утренняя. Сань, вытряхну без спины. Сань, вытряхнул. Место бодрящего душа, Алексей. Заходишь в лесочек, так ты же меня тоже так обдал. Ну, что же делать. Если хочешь быть здоровым, закаляйся. Слушай, ты не представляешь, какой контент я сейчас пилю. Какая красота происходит. На улучшенном качестве. С вами Леха-чемпион. Поехали. Поехали, ребята. Наша поездка продолжается. Нет, ну, вообще, просто... Просто тема, такой автомобиль. А ведь даже еще ни разу не буксовал. Не каркиваю, нам проехать еще останется только маленькую речку. Да? Всего-то. Ну, как говорится, с Богом. Поехали. О, блин, слушай, весь книжки. Меня так обдало здорово. Хорошо шапка была. Ух ты! Блядь, опять. Твою мать, преград. Вы простите. Прязнь тут началась. Да. А этого ж не было ничего. Это из-за снега, да? Нет, снега у нас сытого надет. Это нормально, молодежка. Ну, там дальше вроде таких веток не будет. Да, я ломаю. Тоже ломаю. Только вопрос... Как ее сломать-то? Такую. Ну, хотя бы так. А? Если сорвется, будет плохо. Слушай, прям какое-то приключение. Как передача Бэра Грил завышит любой ценой. Так. Я думаю, что-то в лесу снега меньше. Меньше. Ну, веток. Ёпт, вы опять. Так. Давай вылезем. Везем. Ну, а что? Сарапас я выписусь. Сарапас машину спали будем. Лихо-то с ними расправился. Ну, надо убивать надо их. Ну, же да. Смысл ломать их, да? Вот, еще подъедем. Конечно, будто ходила от таких ветвей. Угу. Вот, если со снежком. Тоненький такой. Не должен поцарапаться автомобиль. Не ехать, чтобы на какой колее. Так, а вот тут надо выйти уже только убрать. Наверное, свалилась какая-то ёлка. Какой-то кустик. Что это у меня со щеткой? Это я тебя включу, почистил. Ничего. Вот. Да. Вот. 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 картинка видишь восемь минут это чтобы подрезаться потом не красивые видео охренеть местную дорогу провожу туда после себя уже поеду как на танки почистить немножко стекла какие ухабы и сколько мы едем не разу нечем из них рану если все равно совсем не жестко не надо каркать потому что сами защита стоит если стоит коробка нет уже почти приехали а а а а а а кто-то скажет спасибо кто за тобой поедет 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 гурных нет антону позвонить как принимаю вызов приезжай у нас про их проходит соревнование тыс челлендж такого пока что еще сверх сверх чего-то не было особо-то я вот думаю это ручей да кстати приблизить вот ручеек и подъем на горку сразу на перепрыгнуть вообще налегке но все видео сделано может монтировать укладывать себе как ты покоряешь бездорожье на subaru для тебя весь участок снял начало до конца сама подъезда к озеру отца видео осталось в грязи ты жалко туда не смог тебе кинуть за врезки качества ну теперь все видео я тебе буду посылать как есть посылать хорошем качестве получается что-то мне раньше посоветовал целегу поставить да практически приехали но если бы не ветки тоже были бы на месте но я выйду вы думаешь помогут себя или ты видишь что-нибудь давай я выйду давай выйду подскажите такая картина уже ничего не видно да хорошо что остановился уже как бы вперед проезжает сюда на меня буду показывать ух прибыли на точку затворились снег глубокий пока тащим дровишки недобор будем оставлять жерлицы рубри какой у нас ли дочь кстати наличие морозов снегом водичка удивительно ночь было 7 градусов ни грамма не хватило первая лунка так сказать нифига сел номерз толще стал не сильно толстый ну тут поставим первую жерлицу выпей кофеечку на морозце арабики на албаник фигур давай за рыбалочку без алкоголя ну потихонечку начинает светать все предвкушение а будет брать не будет излишне этот вопрос извечный да какая ну так сантиметров 25 будет и добра а вон там уже идет близится рассвет сейчас попьем кофейку понемножко поработаем если что-то будет включусь и покажу ребята первая поклевочка давно стоит пробы есть что-нибудь мелкая да шнурок что даруем жизнь аккуратненько спусти карандашик ну и может быть природа нам даст мамку первая поклевочка на карасика кстати вот и все смотри даже крови нет целовать будешь подруга пока ну поздравляю с почином ну будем охотиться на более крупную сейчас принесу жив чекамере глубину ну продолжаем нашу рыбалочку ну давай тут же оставим что тут одна маленькая щучка попробуем потом перенесем ладно продолжаем рыбалку любая рыбалка обходится ловлю живца сейчас вам покажу я делаю оснастку оснастка заключается в таком маленьком крючочке маленький крючочек не мормышка грузик и вот я мотыля одеваю чулочком то есть видно с хвостика и продеваю головки одна штучка всего лишь маленький крючочек по старой советской зумерации на три с половиной и вот что происходит закидай значит лесу пачок следует поклевочка сразу лунки прикормил манкой ух ты сейчас мы возьмем ну вот хопа и получаем размер отличного размера лодочку 12 дня красотища пока в архиве только одна отпущенная щучка ну мы это связано с тем что мы не сделали старую традицию не выполнили а старая традиция гласит так надо попить томатного сачку пока не попьешь томатного соку нет рыбалки вот казалось причем учим себя выпить томатного сока и съешь копченой грудинки полбасу убираем а что тут у нас есть как говорится выживаем как можем такое у нас мяско есть маринованное чуть позже буду его жарить печенье сервелат конфеты к чаю хлеб конечно же картофель будем готовить а тут такой пейзаж ну тут лес смешанный не такой красивый ну а там где мы будем будет конечно красотища попробую потом подснять сосновый лесочек ну а сейчас пока что выполним старую традицию выпьем томатного сока старую традицию да кстати забегая вперед сказать да 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 забегая вперед скажу никакого алкоголя мы не брали нас все будет на чай и кофе в общем будем наслаждаться природой ловить рыбку ну а мы пока будем перекусывать скоро увидимся лёха зачем богор раскладываешь думаю что такие что то есть давай-ка я отойду расстегни да вдруг придется извела бросил пустая не чувствую бросил бросил ну по резике маленькая щучка меняем да ну ладно не спеши не зри ну что вышло вышло давай давай лицей идет не спеши главное надо если надо вы вытянем она дергалась хорошо наверное нормальная не дери главное будем высверливать ну вот кстати она еще я поднял она доматывала слышишь видел может выйти а может нет скорее всего надо будет сейчас искать палочку и доставать ее но щука там сидит однозначно потому что она перла какая потом включим а не будем рвать ну да какая-то движуха оставляю да камыши засела потом покажу что есть или нет ладно ну короче вот там было вот смотри за что зацепилась такая вот небольшая щучка ну это уже хотя бы околосъедобная как говорится уже не штрафная не крупная но хотя бы что то будем ждать ее мамку могли бы ее отпустить даже но она уже заглотила тут уже без вариантов да Алексей надо тут похоже этот зерна хорошо будем отсыплять пошел снежок ну первый день хотя бы размочили щука одну отпустили одну поймали была поклевка ну продолжаем ну вот пора уже и приготовить что-то покушать намотались сегодня вообще просто ужас морозис такой где-то примерно по ощущению в районе ну пока наверно 7-8 градусов не сказать большой но ощущается горит мангальчик там потихонечку разгорается костерочек ну вот на начальном этапе оно вот так установлена палаточка как я и говорил палаточка трампрок 3 в 2 сегодня мы положили две подложки под палатку в общем вот так вот у нас спальники лежат две подложки ну в принципе одеялки еще положим так как-то так столик наш быт весь ну потом чуть позже когда будет кулинарная пауза я включусь вот в общем потихонечку кулинарим так уж сложилось что у нас традиционное блюдо на рыбалке это картофель не потому что мы белорусы но просто он всегда заходит в принципе да какой румяный а просто прелесть сейчас лучок закинул и буду мяско ставить получается божественно как всегда согласен согласен конечно конечно так о скворчит видно хорошо вот так вот вот это уже дело подходит к концу вот такая румяная аппетитная картошечка на талисман джой томатной солью а тут будет шашлычок по грузински ну то есть маринад красный и белый лучок это же будет и салат потом никаких специй только натуральный лучок так что если смотрите это видео наливаете вкусный крепкий чаек ну или еще что-нибудь можете поточить вот ну а мы скоро будем дегустировать такой картофель впрочем тут у нас уже дела тоже обстоят получше говорят зимой плохо ездить ну кто вам сказал что зимой плохо ездить плохо сидеть дома у компьютера а жизнь она такая какая есть другой не будет потому надо ее воспринимать в полном прикрасе морозец морозец под десяточку лагерь оборудован ну что еще надо я думаю что этот костерочек мы часам 12 раскачаем конкретно я думаю как ты считаешь уже пошло замечательно уже пошло ну будем продолжать картошку я буду снимать сейчас и ставить мясо в принципе готово нормально и поделиться и я себя морозик короче это моя кофта и можно обороняться за десятку как то так буду пробовать сушить 1 лёха 11 часов ночи или сколько без 20 10 давай посмотри-ка что происходит о ну-ка ну-ка сопротивление нет а сопротивление нет сошла да ну ладно ну была поклевочка вот такая вода покажи сильно порезала что-то так небольшая брала похоже ну азартно да ночная поклевочка продолжаем ребята всем доброе утро грей перекус и алексей за стражи поклевок приобрел себе вот такой замечательный бинокль что видно суды пока что сами не очень хорошо все не очень хорошо все флажки не подняты до 1 не поднят 2 3 не поднят 4 1 подняты есть что он там может видеть 12 вижу 12 1 подняты ну и тоже результатом будем надеяться там покажу руками какая-то щука у меня руки заняты щука то там не мелкая по-любому ну а пока надо добыть воду для будущего кофе ну главное чтобы не пустая ну а потом чуть позже запилю видео что же там было на этих поднятых жерлица то пойдем пока я добудем для нашего чая по воду то глупо съехать в лес и брать с собой воду вообще точнее не глупо просто мы забыли машине было негабаритном кстати то хочу сказать вот поделись впечатлениями ты первый раз занимаешься бушкрафтом а это именно бушкрафт выживание в лесу зимой ты замерз ну вот ну было под десятку мороза железно с утра мужики шли сказали поцеплело плюс минус 5 но все равно подогреем остатки вчерашней красоты ну давай лёха набирать на кофе держи и помни первое правило туриста желтый снег это плохой снег а тут он может быть кое-где коричневый вообще ужасный снег не стоит платочка выдержала но мы ее в этот раз еще под засыпали хорошенько снежком тут уже правда отбили все но не суть так о дом такого вкусного кофе не попьешь ну а щука на флажке она сейчас устает борется а мы ее придем и достанем спалось так хорошо что рассвет проспали уже рыбаки приехали по обуривали такие пейзажи молодые сосны растут кругом сосонничек сосновый бор что летом что зимой дышится всегда прекрасно подогревается на завтрак это будет наш будущий кофе таять снежок что забыл сказать главное спасибо александру за его по подгон за теплые носочки не знаю какой фирма носки ну хочу сказать что было мне тепло вчера день ходил интенсивно лёша насчитал под на телефоне 10 километров ничего прошли до 10 километров по снежку и неплохо я и вчера подсушил носочки ну после костерка и было очень даже неплохо костер мы раскачали вчера довольно таки большой он настолько хорошо я даже вчера не стал ничего говорить просто взял молча и заснял вам это видео этот контент вот так обстановочка конечно по кайфу натрудились конечно вчера находились как уснул сам не помню помню что было жарко ворочался постоянно но уже не хотелось раскрываться кстати что хочу сказать мотыля лёша дай жменьку мотылячу дадим конечно дадим дадим можно мы можем тут видео видео на канал пилим не против если попадете в наше видео есть канал канал называется александр все о хобби это по полоцкий блогер 15000 подписчиков уже больше так что заходите к нам на канал и увидите себя все не чешуи не хвоста как говорится ну а мы как говорится продолжаем так вот о чем я становился фирма фирма твоего спальника не помнишь российское российское производство и очень хочу сказать вот белорусский спальник ну в принципе он довольно таки холодновато сейчас я покажу но где-то до минус 2 в нем комфортно когда уже под десятку то конечно надо поддевать кто-то потеплее сейчас попробую показать разницу вот у нас тут палатки кстати какая красота chic вот такая вот лампа вот мой белорусский спальник кстати прошу прощения такую съемку как получается вот кстати вот такой ну по ощущению как приятная одеялко то есть на любую самую холодную осень можно спать спокойно себе раздеться в маечке в трусиках одеялки а вот спальник алексея он уже конечно такой посерьезней хочу сказать я вот думаю приобрести спальник в дальнейшем получше вот такой вот спальничек что тут видно да ничего ну активным ощущением очень неплохо ну какая-то вот фирма не реклама абсолютно но если кто-то решится так вот есть с палатки с хорошей принципе такой спальник я рекомендую вот данные фирмы белорусский спальник неплохо но не минуса надо будет постоянно с подчеркнуть соплом хотя лучше белорусский спальник чем никакого все что я могу сказать ну что кстати я думаю что можно уже как бы и перекусить наверное нужно так нормально подогрелась или пускай еще немножко поставить ну хорошо ну в общем я прерываюсь мы будем перекусывать говорится что это вкусно ну это бесполезно это и так очевидно явно и понятно потому всем приятного аппетита у нас кулинарная пауза ну вот и кипит наш наша водичка мы будем делать сейчас кофеек кофе предпочитаю всегда в зернах использовать покупаю зерна сам их перемалываю и варю не смотреть это не креатин это кофе креатив уже выпить давным-давно ну я конечно не такой большой здоровый мой друг лёха чемпион вот он до мастер спорта по всем виду спорта я в общем то ну и сейчас мы будем готовиться рабику видно когда водичка один к одному хорошенько сделаем один к одному никак по-другому ну лёха я надеюсь что желтость никто не черпал будем на это надеяться кофе будет нормально и лиса нам тоже сюрпризов не наделал эту знаешь если не такие хорошо хорош сами все смотри и сейчас будем помешивать свежем воздухе и потом мы перельем термос я думаю очень даже приемлемо а щука на флоске продолжают увеличиваться у кого-то клюнуло поднялся флажок человек бежит и жить себе а у нас флажок где-то там поднятый но некогда надо начать правильно утро доходит наш кофеечек уже арабика неси уже печеньку лёха что-нибудь там вкусненькое кстати поглядеть что-то похоже мимо короче ну что ваше здоровье давай ну опиши как тебе на чай на снегу точнее чай кофеек присутствуют легкие ноты лисий мочи или чего-то медвежьего лёха гринпиз гринпиз беречь природу надо возможно ладно если честно отлично отличный кофеечек с дымком нормально так жить можно я хочу вам сказать для всех подписчиков и в целом надо иногда выходить из зоны комфорта интересно кто попробует разочек так зимой съездить я думаю станет фанатом такой рыбалки а может и нет может скажет ноги моей здесь не будет кто его знает как она пойдет так момент истины в общем то что смотрел лёха чемпион свой бинокль и вот что мы видим вечность вопрос есть или нету да один а вон второй ну что такая катушка не пустая посмотрим ну а хохохо ну алексей короче вот так выглядит обида полтора часа работы рыба сидела билась был интерес ее достать выломали кол большой и все смотрели бурили заканчивалось момент стали отцеплять и к сожалению порвали леску обидно лёха заговорить не хочет на эту тему обидно ну ничего страшно будем сворачиваться если что-то будет включим ребята после такой неудачи со щукой вновь поклёвка покажи ну завела не завела в камыши есть нету наверно пустая размотка поводок в лед уперся да возьми палочка отбей снова неудача рыбки съели дикие бобры ну бывает и так ну я вам говорю она была не меньше метра рыба а размотала сама игры дикие бобры вон и плотина какая-то вдалеке ох лёха заканчивается экспериментами кого-то здесь приручил ладно продолжаем ну вот и заканчивается наше рыболовное турне на такой вот ноте слаживаемся вещи снова ну что сказать поклёву немножко не повезло вроде были поклёвки ну реализации туговато так бывает глухозимья жаль конечно что отмучились почти на полтора-два часа высверливали на глубине щуку хорошие были удары рыба сидела но ничего не вышло сожалению лесу оборвали ну а в целом замечательно провели время на свежем воздухе морозец получили позитивные эмоции хорошее настроение пообщались вот как говорил один известный римский римский в общем-то как его император ну не проведенные на рыбалке счет жизни не идут будем надеяться и мы на это ну две щуки вот такие добыты одно отпустили были поклёвки ну ничего страшного римский философ ох тут уже блин замучился за два дня уже мысли путаются немножко ну а в целом рыбалку все равно ценю положительно вот я думаю не последнее что-нибудь еще будет ну а как говорится не последний день живем что-нибудь выводим но я желаю вам самое главное крепкого здоровья вам и вашим близким если смотрите это видео и вам понравилось не поленитесь поставить лайк подписывайтесь на канал александра своего хобби ну а мы с вами прощаемся но ненадолго до скорых встреч увидимся